Покупай билет, черепаха, говорит, как всегда нам куроки. Ну что же, а мы продолжаем этот лютейший 13-й игровой день StarLadder Европы. Это 9-й сезон по-прежнему. По-прежнему напоминаем, что у нас играют чудесные команды сейчас. Ахет против NextKZ. Мы видим составы. Арзик, Сьома, Шок, Джудобин, Банан против Матиса, Амезинга, Ривса. Ватафак, и пора. Правда, здесь опять-таки у нас играет Сталкет в этом матче вместо Амезинга. Что там у Амезинга там не идут дела. Так вот, 0-4 Next, 1-6 Ахет. Не самый лучший старт для них. Ну а у Ахетов самое большое количество поражений на лиге на данный момент. Ну, правда, Ахеты хотя бы разочек выиграли. 11-22 просто ужасный Kill Death Assist Retio. Ну и 395 крипов за игру. Это много для вот этой команды с чудесной крыской на логотипе. Ну, не знаю, действительно начали не слишком удачно и один-другой коллектив. Помню, были у нас времена, когда Next'ы начинали там 7-0 сезон. И там действительно они там чуть ли не до последней недели сезона были основными фаворитами на выход. Ну а тут мы видим, что Леон дважды пикнут у Next'ов и Шнадоу Демон дважды. Все остальные по одному разу брались герои. Ну и винрейт, понятное дело, что на всех героях одинаковый. Он не очень большой, скажем так. Ну вот у Ахетов, понятное дело, что есть герои, на которых винрейт больше нуля, потому что выиграли они все-таки одну игру. И это Patman, не 50% винрейта. Дазли. Кстати, знаешь, Шулькова Ванскора винрейт на Дазли? 100%? Нет. Разве? Да, не 100%. Нет, я не знаю. 91%? Нет, я помню, у него там был какой-то очень бешеный стрик на Дазли. Ну вот, у него там сейчас тоже неплохой стрик. Ну вот. Надо будет. Не баньте против Empire Dazzle. Ну что же, давайте, что ли, смотреть игру Ахет, Next. Игра, которая началась у нас с трехминутным опозданием. Потому что, слушай, 13-й день, я первый раз что-то вот лично, когда я в эфире, что вот у нас игра именно накладывается практически друг на друга. У нас, когда вчера была проблема с интернетом у мага, это был вот действительно, наверное, первый случай вообще в сезон, когда у нас мы могли, рисковали не успеть. Но, так как там Империя играла и в первом, и во втором матче, у нас накладок никаких не было. Но все равно по расписанию вы опоздали? Не, мы как раз уже к третьему матчу как раз все догнали, то есть, и все было нормально. Но, вот сейчас мы видим, да, что первая катка была у нас действительно... Ну, много было пауз, и игра была лютая. Действительно была игра лютая. Там даже LD написал твит, решил, цисдота без дота. Потому что, ну, так оно и есть. Да, и смотрим Next'ы, Ахеды. Next'ы тоже когда-то были Ахедами, кстати. Потом, что-то у них там не задалось с этой организацией. Ну, я, то, что обычно не задается с организациями, есть у меня мнение. Деньги? Ну, скорее всего, да. Деньги у организации не появляются. И что-то не нравится это командам, которые на эти деньги, я думаю, очень сильно рассчитывают. Привычный нам всем первый пик, конечно же. Даззл. Боже, как же быстро этот герой, да? С легкой подачей Артура Костенко, который больше известен. Каблак просто. Первый пик. Везде. Европа, Китай, Азия, Австралия. Черт пойми где. На Марсе, я думаю, тоже Даззла пикает первым пиком. А прикинь, выйдут на связь с нами, там, не знаю, неземные существа, но там в Малайзии же самолет куда-то потерялся. Ну, а... Не могут найти, но не бывает такого. Я тоже... Ну, как можно не найти Boeing 700... Там 708... А, нет, там Aerobus 310. 310-й Aerobus. Ребята, кто видел 310-й Aerobus, тот понимает. 310-й Aerobus, он как сраный девятиэтажный дом просто длиной в 300 метров. И он невозможно потерять. Он очень большой. Ну, его с космоса должно быть видно, этот самолет. Они его потеряли. Не помню, там, действительно, какая модель. То ли Boeing какой-то... Нет, по-моему, 310-й Aerobus. Да, 310-й Aerobus. Ну, суть не в этом. Суть в том, что, блин, потерять самолет, ну, это... Причем потерять, они ведь его так и не нашли. Да, они так и не нашли. А потом нашли, где-то что-то... Ну, ежедневно эти пресс-конференции, как бы там, министерство этих Малайзии и Китая, что мы там ищем и не можем найти. Ну, блин... Ну, вот представь, ты живешь в Китае. Да. Ты же там вообще чуть ли не военный режим ввели после этого. Ну, да. По пути к ним самолет пропал. Ну, это же действительно. Ну, а как быть там, не знаю, людям, которые были на том самолете, ну, типа их родным там, которые... Летите где он, даже не ясно, умер, не умер, украли, не украли, утонул. Ну, черт мой ми, короче, бред какой-то. Тут неопределенность, она очень сильно... Неопределенность. Да, так вот, к чему я вел. А вдруг когда-то иноземные, ну, я в иноземные, друга из других каких-то там цивилизаций к нам обратятся. И как будет тогда называться турнир по Доте? Ну, потому что International это типа интернации, то есть интернациональный. А тут будет интер... Интергалакси. Интергалакси. Галаксейшнл, я не знаю. Придумайте название в Твиттере, ребят. Давайте, самому лучшему... Самому лучшему названию мы даже что-то подарим. У меня даже что-то есть. А, билет, да. Мы подарим билет с сетом, кстати. Давайте, в Твиттере по хэштегу SLTV лучшее название такого турнира. Например, в 2020 году будет вот турнир такой. Сборные Юпитера, Марса, Андромеды будут играть. Земли, там Дэнди будет играть за сборной Земли, да. И так далее. Так что в это... Как это вообще тяжелая наркомания пошла? Да, не, ну, будет, ну что, придумайте название. Мы подарим билет на Старладер с сетом, с лоудинг-скрином. Как бы и так далее. О, боже, я сейчас сам себя очень сильно глушу в моем наушнике. Уже не глушу, уже не такой громкий. Да, да, я вот тоже пытаюсь... Да, тут пришел у нас человек, который думает, что он что-то знает в звуке. Сейчас просто подача такая. У него тут такое пионино, как я его называю, где много желтых, беленьких и зелененьких крутилочек, которые я ни разу в жизни не видел, чтобы крутили. Они-то просто есть. Не, понимаешь, я видел, когда их крутили. Когда у меня сюда в студию Стасян мой пришел... А, и он крутил. Он первым делом, что увидел, это был пульт. Сразу пулей туда подбегает, пытается, точнее, все крутить. Я его еле с горем пополам, там, оторвал от этого пульта. Отогнал. Заставил просто-напросто уйти. Так, ну что же, мы видим, что в бан улетел Думченко. Вместе с ним улетел также Пак и Темп Ларка от команды NextKZ. И Сларк. И сразу же третий пик. Это Дес Профит. Ахеда решили... Поехали. Да, кстати, тоже герой, который постепенно начинает появляться. Некоторые команды его действительно сильно любят. И стараются его брать как можно чаще. Но его также против эти команды банить стараются, по возможности. Третий пик команды NextKZ. Ватафака должен... Ну, себе-то он герой я уже взял. Скорее всего, он будет играть именно на Шторм Спирити. На чём будут играть другие товарищи. Так, ладно, что у нас ещё интересного есть? Мы рассмотрим чудесные картинки там разнообразные. Да-да-да. Что такое? Где картинки? Там была картинка, да. Там сиськи были. Большие-большие. Наемные сады, чувак, смотри. Энчатрис. Третий пик. Ну, опять-таки, казахи довольно часто берут либо Чена, либо Энчатрис. И получается у них очень неплохо. Давайте дождёмся четвёртый пик от Ахет. Потому что, в принципе, надо понять, какую роль будет выполнять Патма. Ага, будет ли это. Ага, вот так вот. У нас жесточайшая трипла. Просто жесточайшая трипла. Бэйн, Патма, Абадон. Это очень крутая трипла. Потому что, если кто-то и... Ну, то есть, один фиксирует это всё. Если ты в Слипе, ты уже практически умер. Ты получаешь ещё и стрелу. У тебя влетает Патмана, который висит ещё и щит Абадона. И там... Террибл, террибл, террибл. Террибл, террибл действительно дэмэдж. Да, но исполнение... Я всегда говорю, у меня каждый пик. Постоянно я напоминаю об этом факторе. Герои не решают. И каждый раз, да, я убеждаюсь после этого, что действительно герои — это не самое важное. Потому что кучу раз у нас брали... Там Лишрак Шедоу Демон, которые ни разу не гонганули за игру, например. Вот это так, для справочки. Я понимаю, что там Лишрак ходил, пару вышек снес, но... Блин, это пара вышек и там 15 минут early game'а. Думаю, можно чуть больше пользы принести, нежели два раза с Диаболиком по Тауэр зайти. Кентавр. Кентавр, который очень-очень популярен в азиатском регионе. Которого очень маленький винрейк. Я реально не понимаю, почему он так популярен. Я тоже не знаю. Потому что из всех хардлейнеров, это, наверное, один из тех, кого загнобить легче всего. Брали бы уже Тускара. Да что угодно можно брать вообще абсолютно. Хускара. Правильно. Лучший герой в Доте. Вот почему там Виндранер, например, не берут в ту же сложную? Вместо этого же Кентавра. Возможно, да, у него там мульта какая-то полезная, но а дальше что? Ой, извините, я просто лег спать. Ты еще подушка такая царская в этом кресле. Да, 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 подушка. Вы извините, мы сегодня просто кайфуем. Я, кстати, хочу сказать отдельное спасибо. Даже, не знаю, потому что он меня не поймет. Можно даже по-польски ему сказать. Дженкуя Барзо Кармак. Вообще огромная-огромная благодарность. Михау Кармаку, гендиректору ESL по киберспортивным операциям и так далее, который, с помощью которого и с помощью сайта Need for Seed мы с Каспером получили два чудесных стула. Да, до X-Racer. Да, до X-Racer, на которых мы сейчас сидим здесь первый день сегодня, комментируем и кайфуем. Скоро мы его покажем, может быть, когда-то даже студия будет. Стулья уже есть. В принципе, до студии остался один шаг всего на все. Ну, почти один. Я сегодня там был, там у нас уже оббили потолок, ну, который звукоизоляцией, стены уже сделали хорошо, окно уже полностью сделано, ну, в плане того, что не будет задувать еврофельское. Важный факт, оно есть. Да, оно есть. У меня первый раз в жизни будет в студии окно. Я никогда не была в студии окно. Не только у тебя, значит. Да, да, да. И осталось совсем чуть-чуть. Плитка уже есть, все более-менее нормально, звукоизоляция есть, совсем-совсем чуть-чуть осталось. И, может быть, мы когда-то появимся на ваших экранах в новой студии. Надеюсь, скоро это у нас получится сделать. Да, Мага Сирена, Last Pick. Опять у нас появляется Слардар в матче Star Series. Вторая игра, второй Слардар. Не знаю, сохранится ли эта тенденция в дальнейшем. Нет, more Slardars. 190 тысяч долларов США призовой фонд Star Ladder. Браво, people. Отличная работа. И мы видим, что очередной мини-майлстоун по циферкам у нас взят. И призовой фонд стал уже на 42 доллара больше, чем 190 тысяч долларов США. Да. 190 тысяч и 42 бакса. Это... Что можно купить за 42 бакса? Подожди. За 42 бакса пиваса можно накупить. Пиваса в натуре. Первая идея, что вообще можно накупить? Семечек. Можно купить пивас и семечек. Это когда, ну знаешь, типа все, все вещи вообще в детстве, даже не только в детстве, в чем-то измеряются. То есть у тебя мозг измеряет. Не знаю, смотрел ли ты, есть такой чудесный квартет И, который, я думаю, все любят. Которые создатели День радио, День выборов, о чем говорят мужчины. У них на своем канале, я всем, кстати, рекомендую, на ютубе имеется такой мини-сериал, называется «По Амстеллу». Там просто мини-сериал, как просто четыре типа, в Амстердаме просто тусуются себе. Ну такой он с рекламным больше. Но там они интересные истории рассказывают. Вот типа, вот тебе сейчас там 25 лет, да? Ну жить, например, там будешь, ну 65, да? Ну допустим, да. Больше вряд ли. Ну такое, да, среднее, допустим. Грубо говоря. То есть осталось тебе 40 лет. Сколько ты выпиваешь пива, вот, например, в неделю? Ну там, например, в неделю ты выпиваешь там 4 бокала. Ну, например, 5 бокалов в неделю. То есть за год ты выпиваешь 250 бокалов пива. Тебе осталось там 40 лет. Это 10 тысяч бокалов пива. И все. И ты крут. И так можно посчитать абсолютно все. Нужно пить меньше пива, значит. Да. Чтобы растягивать эти 10 тысяч. Да, вот, 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 вот. Вот. То есть, и тут же другое, что каждый бокал пива, и ты ближе к смерти. Кстати, видите, вот шутки шутками такие есть. Так оно и есть. Но если точно здесь так же. 42 доллара, это же все можно перевести, перевести, опять-таки, в семечки или там. Это же сколько бабла? Это же сколько можно семечек-то купить и целый день не кушать. Да уж. Так, ладно, у нас тут начинается, наконец-то, игра. Сталкат сложный против Джудо и Оби-Ван Банана. Причем, мне кажется, Сталкат сейчас загулял мальца. Да, сейчас его тут еще, смотри, дождались, пока ХП немножко падает. Сталкат. Больно, больно. Слипа одного не будет еще. Да ладно? Да его и так очень сильно пробили. Правда, он пытается сейчас отпиться. И успеет ли? Потому что Бэйн подходит, ну, Бэйн уже не успеет. Слушай, а стоит ли, когда ты идешь в сложную кентавру, первым сплом качать ретерн? Вот смысл. Ну, типа, с суппорта дамажишь по 10 урона. Типа, ты стоишь против габлы с крипами с суппорта по 10 урона. Крипы тебя не бьют в принципе. Ну, понятно, да. Ну, то есть, это глупо. То есть, ну, абсолютно глупо. О, плюс качни, что ли, я не знаю. Это же... Ну, надо что-то вкачать, правильно? Не, ну, это правильно. Ну, можно ничего не качать. Ты смотри, у нас тут сейчас в миде вылазка в смоке заходят и Куала, и у Куала хорошие крипы. И Андершок сейчас может погибнуть. Есть, так вот он, Вортекс. Да, Андершок погибает. Проблема Андершока, вот она сетка. И тут же Ривз. До свидания, мой ласковый мишка. 1-0 на XKZ. Обожаю просто-напросто, когда Шторм делает Ферст Блатом, он такие спичи выдает просто в наушники невероятные, что-то там такое мотивирующее, говорит, как баптисты на своих собраниях. Вот. Веселые вещи продолжаются. И Куала забежал в чужой лес, не увидел он здесь Оби-Ван Банана, но в любом случае, ну, смотри, сюда и Ривз идет, и они сейчас могут напасть на этого Бэйна. Бэйн пока не понимает, что у него в лесу уже вдвоем, но правда, крипы сейчас не лучшие. И нету слова, и вот Дорман Ильяс сбежал, стал пытаться кого-то поймать, не совсем у него получилось. Паузу ставит ватафака. Кстати, чисто для интереса, вот мне что интересует. Ну вот, пожалуйста, вот с таким пингом ребята играют постоянно. То есть это 200. Это просто 200 пинга. Всегда. Ну, 429 еще у некоторых есть. Ну, это комментаторы наши. У меня 157. Почему у меня пинг 157, я не понял. Ну, потому что... Как-то это много. Ты как обычно, вот я же говорю, у меня все хорошо, а у тебя постоянно какая-то проблема. Этот компьютер надо выбросить. Слезы потекли, пишут. Это проблема тоже. Я не знаю, это серьезно. Ты сидишь, а у тебя слезы потекли. Ну, бывает. А вдруг ты сидишь, ну, у казахов там трубы иногда прорывают. Ты знаешь. Теперь слезы прорвало. Да, может у них просто стоит какой-то ветрят, и он глаза очень сильно дует. Ты сидишь, а у тебя над компом здоровенный вентилятор, который выдувает с таким бешеным звуком. Смотри, у нас тут опять смог исполнение Reeves и Quala, и они опять заходят на мид. В Андрешоке, кстати, шляпа подписана ТОП ДПЕУ. Сейчас посмотрим, насколько он ТОП ДПЕУ. ТОП ДПЕУ? Да. А кем подписано? Просто название? Просто, да, название там и описание. Про ДП снизу, да, ТОП ДПЕУ. Маленькими буквами. Написали бы уже большими, что ли, ТОП. ТОП. Ну, ТОП же, ТОП. ТОП же, ну, слабаки. Ладно, Аквал и Reeves. Мы видим, Смоки не получилось загангировать. Здесь же Арзик, здесь же Курица. Курица, кстати, не Грейджная, уже 20 секунд. Беспредел. Непорядок, непорядок это. Ну что же, Андрешок продолжает в миде фармить, не переживает, что в спину выйдут. Вот спина выбегает сейчас Reeves, Кентавер выходит и все. И вот на этом ганг закончился, Энчантрес далеко. А у Энчантрес есть тролль, у Энчантрес есть тролль. Так вот, с троем-то как раз можно попытаться повоевать, но нужно нормально согласовать атаку. Ну вот, все, пошли. Смотри, Арзика уже поймали. Или не Арзика? А, не-не-не, все-таки Банша слишком далеко, начинает ее бить. Ждут, когда кинут щит. Вот он щит, сейчас должен быть стан. А, у Стана нет, нет маны у Кентавера, но все равно три рейнджовых героя без проблем разбираются с профиткой. Бедный зоопарк тут погиб. Таур, кстати, бил зоопарк, действительно не героя очень, тут повезло. Next Time еще раз. 2-0, отличное начало от них. Дорман на Кентавере мы видим 9 на 1, 5-й левел скоро у него будет. Ну и на топе Мантис, который наконец-то перестал ходить в сложную на матчах Next Toll, потому что четырежды они сыграли, четырежды Мантис ходил в сложную, и четырежды получалась с этого какая-то фигня, если честно. Ну, блин, он же Керри по своему назначению. Да, да, он же Керри. Так что я не понимаю, зачем вообще это было сделано. Джудо пишет, не денай. Что он там должен задонайить? А, катапульта, сейчас реально битва за катапульту. И обе герои на нее так сурово смотрят. Что у всех дотеров проблемы с дверью? Я не понимаю, в чем проблема дверь? Почему все пишут дверь? Типа, что дверь? Дверь что? Ну, спасибо, дверь. Мы можем сказать... Выпало, я не знаю. Там, я не знаю, или... Виндоу там, ну че, дверь. Просто дверь? Просто дверь, да. Извините. Так, ладно, ты меня, короче, разбудишь, когда все это начнется. Чудесная пауза у нас. О, хорошо-то как. Так. Но... Так, смотри. Есть гол, продолжается в носка. А, гиджудо, говорит уже гол. И мы смотрим. Нашего жесткого кентавра. Который жестко сложный. Тусуется. Так, и... Здесь, кстати, ганг сейчас намечается. Где-где-где? А, вот забегаю, да у нас товарищи находят дома. О, по-моему, Обиан Банан здесь умер. Ты смотри, он его чуть в соло не разложил. Обиан Банан доедается. Эквал здесь же. Кентавр слишком далеко. Второй кентавр тоже здесь. Ну и вот вынужден. Там же, кстати, джудо лучше тоже не подставляться. Потому что шутки шутками. А еще сейчас танчик от кентавра заедет и отъедет. Ватафака в инвизи. Так. Ватафака попадает под стан Слардара. Сам пытается выловить Обиан Банана. Делает все-таки этот минус. Арзик также, вероятнее всего, погибнет. Еще одна тычка. Отличный даблкил от Ватафаки. Но если он еще под стан от... Ой-ой-ой, отлично. Еще и ультимейт от Тормана. Как же вовремя стан от кентавра. Джудо проблемы и... Ну, кентавр погиб, но тем не менее. Просто если бы он не дал дабл-эдж, они бы не убили Слардара. Там слишком много урона. Не, но он, кстати, был убит Радиантами. Никому ни экспы, ни денег за него не дало. То есть дало там чуть-чуть. Но все равно это совсем не то. Хитрый-хитрый. Да. И Ватафака отличная вылазка. Два фрага. И ой-ой-ой, сколько денег. Ну, покупает он ПТ-чку. Я не знаю, что он будет идти дальше. Я надеюсь, что это будет быстрый Малевлянце. Потому что если будет быстрый Малевлянце, то будет хорошо. Ходит тут у нас Витя, который не знает, что делать. Что ты ходишь туда? Скучный. Витя вы сегодня сможете услышать в 22 сет. Витя будет сегодня комментировать для вас третий игровой день. StarLadder USA. StarLadder Америка, извините, конечно же. Не StarLadder USA, а StarLadder Америка. Потому что у нас там и... И Бразилия, и Чили, и Португалия. Ой, не Португалия, а что у нас там еще есть? Я не помню. Большинство, конечно... Мантис. Мантис приплыл, если Слип не успел. А, тут пофиг на Слип. Старшторм он накрывает. Поэтому там шансом. Шансов нет. Пять. Ты. В пользу. А, в Перу. Точно я вспомнил. В Перу, да. В Перу, кстати, там всегда были команды по доте. Абсолютно всегда. Я помню еще со времен первой доты там были ребята. Артика не назывались. Так что там хватало. А Джудо на Челардаре снизу мы видим 22 на 9. У него Крипстат не самый лучший. Ну, хотя 22 на 9 нормально. Но то, что Дорман против него взял уже седьмой левел. Вот это не очень весело. Но в итоге плавелам должны ввести сейчас нексты. Так оно и есть. Введут почти 3000 по экспей и 2500 по деньгам. Да, но Кентавр тут себя вообще отлично чувствует. Не ожидал я, что будет именно так. Хотя обычно, если видят Кентавра, просто стараются его загнобить в такую хламину, чтобы этот бедолага вообще выйти не мог. В этот раз получилось несколько иначе. Просто забили на него и перестали потеть, стараться. Ну и он вынесет свое. То есть у него будет какой-то там Вангвард скоро и левел будет. Одиннадцатый какой-то со вторым ультом, с четвертым дублэджем, с четвертым станом. Он уже будет действительно полезен. Ну а там еще сейчас у нас фотофака в миде с Андершоком пытается поразмениваться. Там правда охраняет абаддон со стороны. Ну, бандшапка мы видим 0.2.0, 33 на 5. То есть пытается стоять здесь как может. Да, конечно же, не дают спокойно жить, потому что постоянно кто-то прибегает, мешает стоять там. Ну, это же соло-мид. Соло-мидер должен, если когда ты идешь в соло-мид, ты должен понимать, что ты будешь всю жизнь вот так вот на блёк. Можно у Дэнди только спросить. Нет, в Дэнди мы уже тогда... Хлост рассказывал, как Дэнди играет. У него там Vision вот такой вот примерно, да? Вот так вот. И вот такой маршрут передвижения по карте. Да, 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 и все. То есть все, что дальше, это уже... Не его парапия, да? Да, это уже не его проблемы. Все, что дальше вы там где-то не досмотрели, это уже ваши проблемы. Это все вы виноваты. Да, это пусть власть на местах разбирается. Так и есть. Ну да. Ну что же врать не будет, правильно? Ну, Гави, это же хвост. Не-не-не-не-не. Это никогда. Так, у нас тут кентавр подоль, то есть лордарочка уходит. Нет, не подсветил он ватафаку. Ватафака у нас в смоке. Зато он подсветил, кажется, статикремнант. Да, 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 и поэтому сейчас Убиван Банан и остальные они просто отходят. Да, это ошибка самого Шторма, зачем он ее ставил, не совсем ясно. Спалился. Ну, возможно, надеяться, что сейчас какой-нибудь Бэйн не получился. Да, зайдет. 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 С Бэйном, потому что Шторм мог бы, скорее всего, справиться. Ну, Шторм вообще с линии ушел и за все это время получает Индершок медиа спокойная экспо. Ну, правда, здесь приз, тоже 6-й левел уже взял и так далее, пока не было Шторма. Ну, все равно, надо бы продолжать дальше в миде доминировать, к тому же ватафаке. Так, тут думал, что будет пытаться обходить Кентавра. Да, пытаются, пытаются его обойти, правда, левел у Бэйна маленький, нет еще ультимативной способности. Хотя, как маленький у него, кстати, 5-й левел тоже неплохо, учитывая то, что у Слардара 6-й с половиной. Так, и в миде у нас растянулись ребята, заходят вместе с Савухом, начинают харасить вышечку. Один, одна Death Profit. Не, она может, в принципе, попытаться тут помешать. А, у нас там внизу пытаются принять сейчас Кентавра. Заходит Кентавр, сразу же тут яды пооткидывали, все поразбегались. Шелогрейв немного ранее, конечно. Но, тем не менее, видим, неплохо зашли по миду нексты. Неплохо продамажили. Там у нас Сёма, который The Slayer, который очень сильно получает по лицу. Уходит он очень-очень лоу хпшный, нереально лоу хпшный. Тут ультимейт, кстати, есть от Баньши. Погоня за Эквалом. Но Эквал здесь должен убегать. А, хотя... Да ты что? Стал по двоих Слардара. Эквал. Бежать. Дорман. На развороте Долстан. Уходит отсюда. Сталкет. За ним гонятся призраки и убивают его. За что? Как же далеко они улетели. Да, очень далеко. Стрела. Там ни в кого не попал, собственно, Сёма, который вернулся уже в драку. Ух. Хороший. Вошел импетус в него. Мне казалось, что он уже войдет, и мы видим, очень своевременно липнулся. Десять с половиной минут. Но тут показали Ахеды, что мы готовы драться и все нормально. Но все равно четыре тысячи экспы и четыре тысячи... Да, три девятьсот денег и четыре сто даже экспы ведут парни из Next. Это много. Да, но тем не менее, пока... Ой, никакой активности от ребят из Ахед мы не видим. Они в основном играют от защиты. В основном нападают. Он только за исключением кентавра, наверное. Кентавр там постоянно попадает под раздачу. Один-два-один у него. Дважды уже умирал Дорман. Мы видим, собирает он себе Мекку. А с Меккой будет ему, видимо... По уютнее, тебе чувствуется, да. Дал слип, потому что боялся, что на него сейчас втроём нападут. Точнее, втроём. Ну, кстати, так оно и было. Тут был уже готов. Ну, там стрела, кстати, не так уж и далеко пролетела. Там в миде нападает на Undershock у нас ватафака. Хороший ремант. Ну и... Ой-ой-ой. Как же вовремя Абадон подоспел. Сайленс тут Лиз, как бы, да. И всё нормально. Побежал на скентавр. И до конца, до конца побежал. Ватафака до конца дождался. Тут дальше ультимейт на скентавр. Но мы видим, не получилось. Джуда пока без даггера. Поэтому... Более-менее ещё Урсач его заслоил. Да, и Джуда сейчас решил отомстить Урсачу. Правда, Баши нету с руки. Так что за нему очень долго гоняться. И мы видим, что он решил не делать этого. К сожалению, Баш не качал. Сильно рано, ребятки, Баш качать. Мы забываем про Вантиса, только иногда на него... Куда побежал здесь Эквал? Почему-то далеко. Что это было? Эквал. Ну, зачем? Нам сейчас кинавр может дать отличный стан. Так и есть. Пробивает у нас Зика. Ищу импетус. Это минус. Все, Эквал живет всю драку. Вот наконец-то он умер. Ну и Ривз тоже умрет. Хотя... На атом стрелой ему в упор сбили телепорт и забирает его Джуда. Ну опять-таки, ну зачем вы сюда лезете? Ну почему, зачем сюда в пятером было идти? Ну какой смысл? Ну не в пятером, вдвоем идти против пятерых. Ну смысл? Да уж. Ну не будем забывать, как ты правильно сказал минута ранее по поводу Мантиса. Мантис продолжает фармить. У него уже две с половиной тысячи на руках. При таких обстоятельствах, я не знаю, радианс не самая плохая затея, мне кажется. Посмотрим. Что все-таки будет собирать Мантис, потому что пока есть брасерок, значит это намек на барабанчики. Будут ли это те самые барабанчики, точнее прямо ли сейчас они будут? Или все-таки еще подождет перед тем, как приобрести этот артефакт? Потому что вроде бы Нага Сирена сейчас не участвует в драках, а барабаны без применения тоже не особо хорошо. Лучше же действительно покопить, собирать себя на Сакрит какой-нибудь. Сакрит сейчас самое оно. Есть две восемьсот. Можно спокойно побегать по лесам, популить еще. Ну, пока нету какой-то спешки. То есть это не та игра, как мы вот недавно когда с Нагой смотрели, когда там буквально каждая минута была на счету, что надо, надо побыстрее, потому что Нага, Нага скоро там разовется и так далее. Здесь есть время, никто тебя не давит. Остальная команда вчетвером играет хорошо, потому что сейчас идет игра, ну, просто вчетвером против пятерых. Вот у фотофаке появится скоро Сайленс, правда это будет не самый ранний в мире Малеоланс, но он будет... Главное, чтобы он его успел все-таки дособирать, а то видали мы Штормов с двумя Обливионами и потом десятью минутами фарма на рецепт. И загреливающими. Да, да. Так, и появилась у нас на стороне Перуна, Саруна Невидимости. Да, причем контролирует этот процесс Роденты. Стоит у них тот Вардец. Прям я только что, наверное, поглушил половину наших зрителей, прошу прощения. У нас в Киеве просто холодно, снег. Ужас. Ну, мне говорили, что снег я не видел. Это еще один признак того, что у нас в студии нет окон. Да, и это печаль. Выходишь иногда и ты не понимаешь вообще, какая вообще пара года, сколько часов, почему. Ну что, атака. Андершок здесь. Мека, кстати, появляется у Кентавра довольно своевременно, потому что может быть драка. Нага у нас на топе тем временем 3200. Ну и в пятером минус квал. Там внизу сейчас, да, вот этого товарища очень-очень быстро принимают. И квал там под стрелу угодил. Совсем не в тему. Ну, козлякинки приготовили быстренько. Парни за хэт. Ну и Тавр, наверное, будет продолжать забирать. Да, он закончится глип. Понятное дело, что дефи никто не будет. Подбегает Андершок. Ну и все остальные здесь. И что? Это попытка размена. Потому что в миде Тавр тоже битый. Слеп на Сталкета. Ну и Сталкета надо спасать. Джудо. Так, пытается он убежать. Там, правда, он прыгнул Шторм или нет? Нет, Шторм не стал дальше лететь. Ароу! Ароу! Ватафаки! Прям в табло залетает стрела. Ну что же это такое? Что там говорил про Штормов с двумя блинстафами? Да, и рецепт там через 10 минут. Вот сейчас и посмотрим. Может быть, так у нас сейчас и произойдет. Ну, Ахеды-то начали играть лучше. Хоть и по деньгам. Вот мы видим, уже в какой-то момент было около 6000. Сейчас вернулось на отметочку в 4000. И по ХП, ну, остается на уровне 4000. Ну, Ахеды-то забрали Тавр. Как-то сейчас по ТП шли. С одного-второго убили. То есть, ну, более-менее. А дупляются в игре. Да, а тем временем у Мантиса появляется Сакрат. Так что мы с тобой были правы, когда обсуждали его покупку или не покупку барабанов. Ну, и скоро, понятное дело, будет Радиант. Скоро будет Наго фармить весь лес и всю команду врага и так далее, и так далее, и так далее. То есть, тут тяжело будет сейчас бороться. Да, да. Именно так. Ну, и вот теперь уже действительно начинается своего рода таймер на том моменте, когда Наго станет практически неубиваемой. Так что теперь уже нужно немного поспешить Ахедом. Так, телепорт вниз. Ах, немного не таймингово, потому что это уже второй телепорт на этот Тауэр, или даже третий, возможно. Гонится за Ривзом. Слардар на спринте. Заезжает. Стрела. И отлично опять Иквал попадает под раздачу. Так же Сайленс попадает по двоим. У нас Баньшая. И это, кажется, еще один минус. Ну, у Ривза есть глип, поэтому теоретически он может себя спасти. И на разороте. У нее как стоят трое под Кентавра. Трое под Кентавра и под Риминант. Ах, и все разбежались, игроки команды Ахед. Это такой провал. Тимплей столетия. В Сайленсе Ватапака за ним прыгает Джудо. До свидания Ватапака. Это... Забей. Да, ну вот у Баньши был Еул, который ее спас. Так что тут все нормально. И что, будут пушить вышку или нет? Нет, крипов нет. Пока еще не собирается здесь особо воевать. Хотя не исключаю то маневры, что они сейчас пойдут дальше. Еще два фрага делают Ахеды. И Тавр хотят забрать, пока ульт Баньши еще не закончился. Он закончится вот прямо сейчас. Но в любом случае это пол Тавра можно занести. А то и больше. Нету Шторма. Конечно, конечно. Да, Шторм опять. На ноль голда у него улетает. Джудо. Цветил и квала. Стрела мимо. Так. Ну надо разбегаться, потому что сейчас все-таки прилетит этот самый Шторм и дофармить себе на Орхид на этих ребятах, если они не успеют вовремя разойтись. Шторм. Полетел. Полетел. Бэйн. Говорит, я в домике. О, какой стан от Слардара. Ты посмотри, как же быстро погибает Шторру Спирит. Посмотрели на Кентавра, подумали, ну его в пене. Или же нет. Или же все-таки, да, решили с ним пообщаться уже очно. Тут у нас и квал. У него третий антач был. Его все медленно, медленно бьют. Да. Ай-яй-яй. В итоге никто не умер. И, ребята, со счета 6-6. Счет становится 14-6. Ну, окей. Ну, Ривз. 13-6. Ривз сейчас выживет, конечно же. Ха-ха-ха. Ну, почти выживет. Да, последняя тычечка. Мантис покупает, конечно. А, Мантис Т2 снес в мини. Но единственный, кто играет сейчас в доту в команде NextKZ, конкретно вот в определенные моменты, это Мантис. 122 на 9 у него крипстат. Да, он на 1 раз умер. 0-1-0, но он фармит. В то время, как вот что-то очень много раз подряд фиданули парни из NextKZ. Ну, может они фиданули, потому что не было сильной наги, а там-то ребята в пятером сражались уже. Может быть. Причем там пятеро уже были неплохо запечатанных ребят. И по деньгам, я думаю, по опыту у нас уже видно на графиках, что очень сильно вышли вперед ахеды. По деньгам это еще не так видно. Потому что Нага, как правильно ты сказал, она все это время там фармила, вышку забрала. И поэтому разница по деньгам не так особо чувствуется. Ну, покупается она с Мидас, в первую очередь, наверное, не для того, чтобы деньги зарабатывать, а против Enchantress. Что очень сильно упрощает задачу. Ну и плюс деньги добавляет некоторые. Да, несколько бонусов, так что Мидас тут не то чтобы лишним не будет, но это не самое плохое приобретение, которое могла себе позволить Патма. Ну, видимо, действительно решили, что мешает им Enchantress. И другого не было бы Enchantress, понятно, что здесь бы Мидаса. Этого не было бы. Теперь бы что-то другое. Ну, вот он Савенс. 19 минут 35 секунд прошло. И Аршид, ну, это, конечно, не самый выдающийся результат. А что Тавр? Да. Вышку Денай еще Слардар. Сразу же прыгает на Шторма. Сам немного ошибается, но тут Финсгрип. Это минус Баня. Отличный Савенс, говорят. Ну, Ривз тут тоже, конечно, умрет. Еще баш пройдет, наверное. Ну, или так. Его вот так вот просто подстопят, да, и сдувают моментально. Короче, тут уже на сты посыпались. Ты посмотри. Поймали Сталката. Ну, вот я не знаю, как там сейчас у Мантиса дела, но я бы на его месте сейчас просто-напросто в Вентрилье там разрывал бы шаблоны. Под шаблонами ты подразумеваешь… Я подразумеваю шаблоны. Хорошо, ладно. Я уже хотел было начать ругаться, но ты уговорил меня. Ну, действительно, только что был сейчас недавно 6-6, уже 17-6, и Ахеды продолжают, продолжают просто-напросто давить. Да, просто, как бы сейчас Мантис хорошо не фармил, если там выйдут пятеро расфармливых ребят, расфиженных ребят, то с этим уже ничего не поделать. Да, это факт. Ну что же, ультимейт баньши мы видим, и продолжается пуш-вышечки, мы посмотрим. Да, Сварнар опять отличный стан по двоим в миде, и моментальные два фрага в исполнении Ахедов. Эквал тоже будет сейчас. Эквал, Эквал. За ним духи гонятся, гонятся, и загрызли его духи. Вот пришла сейчас Нага, у которой есть Слип, у которой есть все остальное. И, знаешь, два слова, которые разбиваются все аргументы. И чё? Вот пришла она. Ну смотри, у Билли Бэйна есть наконец-то фраг. Так, ну вот, Мантис вынужден давать Слип, чтобы убежать. Ну что, ну делать тут больше нечего. Тауэр потеряли. Я пока посмотрю за кошаком фармящим. Да, прикольно ты нашел кейс, вью, камера. Наконец-то ее у нас починили. Спасибо, Валовы за это. Сейчас мы идем побежала по отмам формировать. Прикольно. В драке, какую-то драку бы посмотреть. Да, я смотрел за Тинни Кентавр связочкой за кентавром, пока он там летал по всей карте, убивал людей. Прикольно в лесу подсмотреть. Когда стоят два типа в лесу, например, вот смотри. Один, допустим, вот здесь стоит, а второй стоит вот здесь. Да, и между деревьями видно модельки. Это так забавно выглядит. А они-то друг друга не видят. Эх, это был бы чит, конечно. А прикинь, врубаешь там showcase view, и между деревьев просматриваешь противника. Посмотри, посмотри. Спряталась, спряталась. Прибежал еще один на лошади. Ты сидишь такой шпион, записываешь. Ну что? Двадцать семь. Графики в ноль. Пять с половиной тысяч отыграно. Просто в ноль. Ну и пять с половиной тысяч по хп тоже отыграно. Там на топе у нас напали на Мантиса, и вероятнее всего его убьют сейчас. Да. Да, ласт хит. Ну и тут же убьет, наверное, и Сталкет. Понятное дело, тут шансов у него на выживание нет. Юзает он еще Мекку. Андрешок его с другие добивает. Сыкс инро у него. Поднялся я зачем-то в ветра. Видимо, потому что может. Это, кстати, серьезный аргумент. Так вот, просто тут вот эта связка очень сильная. Если вдруг цепляют одного-двух героев, и Слардар успевает повесить свой минус армор, так как у Баньши ульт наносит урон физический, то цель съедается просто там в считанные секунды. Какая бы она жирная ни была, это очень-очень быстро... Эта цель действительно очень быстро ликвидируется, и неплохо демонстрирует нам эту связочку. Ахеды. В это время тут два игрока NextKZ пытаются заковырять Рошана. За счет антачбла, конечно, неплохо получается это сделать. Я вот уже жду, когда все-таки Фрог сделает Рошана неуязвимым ко всем эффектам, вообще возможным. Вот что просто, если ты хочешь убить Рошана, ты приходишь и должен бить Рошана, а не вот козу ему подставлять на растерзание, так как сейчас он в один лад вам показывает. Как он избивал эту козу. Да, это реально вроде нормальная тема. Просто сделать его иммунитетным ко всем видам воздействия, аурам, точечным с пылом и так далее. Не знаю, возможно, я не оригинален, но мне кажется, что это может иметь смысл. Ну, может быть. Но вообще, опять-таки, да, ты не оригинален, потому что про это сказали множество команд здесь у нас на пресс-конференции. Понятно, они сказали, блин, короче, это нечестно. Это чиперство, меняйте это. Ну, потому что заходят два героя и убивают Рошана. То есть, то преимущество, которое дает Рошан, слишком легко заполучить, вот что подразумевают команды. Они не говорят, что Рошан это плохо или там, да, Эгис это фигня. Они говорят о том, что преимущество слишком легко достается определенным комбинациям героев. Вот и все. Ну, и это было бы неплохо пофиксить. Да, да, чтобы все герои были, скажем, максимально равны перед Рошаном. Вон, у тебя есть топор, у тебя есть тапки. Удачи. На тапках добежал, топором бьешь, все. Все очень просто. Да, все честно и просто. Ну, Патма мы видим тем временем, Сёма The Slayer приобретает у нас Дезолятор, который появляется у него ненамного позже, чем появился Мидас. Ну, там, правда, фрагов было очень много. Поэтому тут дело, наверное, не в Мидасе, а именно в том, что фидят парни из Next. Фидят они, конечно, очень знатно. Да, есть такое. Парарарараром, парарарараром, ром, 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 ром. Ну и продолжаем. Ну что, что делать дальше ахэдом? Товара второго тира надо им забирать, потому что забирали все Т1. Потеряли, кстати, тоже все Т1, даже один Т2 товара. Не учитывая, что у них большая, надо продолжать сейчас им ловить казаха, просто идти и так далее. Казахи сами вообще приходят и отдаются здесь в игре. Так что, в принципе, тут и ловить не надо. У ловца и зверь идёт. Ну, типа того. Вот, бежит на то вообще. Сарзик, ну, где Мантис? Вот, Мантис у нас нафармил тем временем... А, Манта Стайл почти уже нафармил, почти. Ну, там ещё надо немножечко попотеть. Товар снизу будет пытаться забрать Next. И это очень хороший размер, наверное, для Next, мне кажется. Потому что по нигам, опять-таки, они уже проигрывают. В принципе, они проигрывают 7500. И для них вот так вот забирать товара, это, я думаю, плюс. Огромный. Да, размер идёт. Спокойный, без ульта больший. А вот сейчас можно уже с ультом большим. Да? Андрешок. Братан. А, ещё можно дать ему сейчас получить 16-ый левел, чтобы он со вторым ультом своим сошёл. Но... Встретим. Встретим. Ну, видимо, решил и так зайти. Там, вот опять же, кидается минус армор на вышку с Дезолятором. Если ещё Слардар мог на вышку вешать свой high damage. Ну вот, залетает у нас Шторм Спирит. Сразу же стан, очень быстро реагирует Слардар. В троих, в троих кентавр въехал с блинка. Ну а дальше что? А, он и дал по слипу ещё и стан. Да, да. Там после... Он дал стан, но все спали уже. И всё это время падал Талвар. И сейчас всё это время будет падать бараки. Потому что ещё ультимейт не закончился. Андрешок. Встрелёт. Сайленс на Дормана. Как хорошо всё сделал Андрешок. Тут же плюс армор сейчас от приста. То есть, точнее, минус армор, извините. И что? Уйдут, наверное, да? Да, пока что решили отсюда свалить. Джуда, правда, тут поймает, вероятнее всего. Ну, значит, драться. Значит, драться. Слардар может ещё драться до конца. Врывается сюда ватафака. Ватафака маны у него особо уже нет. Вынужден он отсюда уходить. Но вот мы видим, тут кентавр мансует от Слардара. И Слардар говорит привет. Да. Не хватает, не хватает огневой мощи команде NextKZ. То есть, хватает только на то, чтобы отбиваться. То, чтобы какие-то серьёзные претензии, серьёзные проблемы устроить героям Ахэт. Немножко не хватает. Вот там ещё с тимплеем надо немного подработать, чтобы действительно с пылок оставались в хорошем, чётком порядке определённом, а не станы в слипы и, наоборот, слипы в станы от команды NextKZ, я имею в виду. Да, ну и 24-7, конечно, сложно будет против этого воевать. Тем более, Хекс у Баньши появляется. Но с Хексом, мне кажется, дни Шторм Спирита закончились вот прямо сейчас. Да, он и так влетал, получал либо стан, либо баш, либо Слардар. Слардар там очень чётко действует. Вот он только видит, что Шторм залетает, он сразу по таймингу в момент подлёта Шторма к нему нажимает кнопку, только останавливается Шторм, сразу Шварк, минус Шторм спирит. Не, ну это правильно, и как бы мы видим, что ватафака в этой игре он, в принципе, пользы особо не принёс. То есть я вот даже не могу вспомнить моменты, где там Шторм принёс какую-то обвешенную пользу, кроме даблкила в начале самого матча. Всё, всё остальное было, ну, так себе. Ну что, продолжаем смотреть. Джудо. Выехал куда-то, Джудо. Не знаю, куда он выехал. Просто не ездил. Решили, да, кулдаун ульты прошёл, пошли снесём в сторону. Ну а чё париться, ребят, у нас всё хорошо. Там нет Т3 Тавара, дефить у них не получится. Ну хотя, мы видим, что Кентавр уже на Т3 забежал. Ну и умирает здесь Дорман. Не знаю, зачем. Правда, включил ещё ультимейт. Пытается уйти, но Слардар с блинка всё равно будет догонять. А хотя... Ого! Слардар! Да, Иул очень вовремя Слардар. Кстати, сам не допрыгнул, но вот теперь уже он залетает. Это минус Кентавр. Казалось, что бежит. Сейчас толкает. Немножечко не хватило. Да, но всё равно далеко, очень далеко Кентавр. Да. Что там делать, непонятно. 29 минут тирением игры уже за нами. И видим, что 25-7 счет в пользу команды Ахэда. И идут они на Т2 Тауэр по миду. Но если опять-таки по дороге не скажешь, давайте лучше сюда. Что-то как сделал. Например, сталкает буквально пару минут назад. И заставил их в пятером стянуться под свою базу, для того чтобы убивать этого самого Кентавра. А Т2 Тауэр в миде. Так, ну он забежал. Ну там без проблем должны разбираться. Я не знаю, чем подорщины, если будут добиваться в дальнейшем, еще и Дазу лунтю свою потратил. Кстати, да, это глупо, потому что здесь можно... А, ну тут мы видим, что стоит на линии Шторм, и не дает крипам подходить. Это тоже такая интересная штучка. Так делать можно. То есть, ну в общем, что получается? В общем, получается так, что Мантис линии пушит. Кстати, довольно неплохо Мантис пушит линии. Смотри, он тут 500 хп на Тауэре. На Т3 Тауэра уже снес своими иллюзиями. А все остальные пока, в принципе, не делают ни черта. То есть, они пытаются отвлекать внимание Ахэдов. Отвлекать внимание от активных, не знаю, пушей или... Ну потому что, если они прямо сейчас пойдут, они снесут и Т3, и Барак, и все остальное. Ну да, да. Хотя, я думаю, Ахэды сейчас просто дождутся парочки серьезных айтемов, и только потом пойдут. Вот у Патмы там чуть-чуть до БКБ не хватает, у Слардара до Кирасы. Бенше уже, в принципе, пофиг. У нее полный набор. Да, если она там что-то себе еще лишнее приобретет, то, конечно, будет только плюс. Но основные айтемы все-таки уже имеются. Так что, я думаю, Ахэды тут тоже немного заинтересованы в 5-минутной задержке этого матча. Ну да. Но Мантис 4000 уже. То есть Тараска вот-вот, буквально чуть-чуть осталось до Тараски ему. И вот сейчас он опять заставит пацанов делать ТП домой. Причем по всем линиям еще и Нексты к тому же сплитпушат. Вот очень далеко пошли уже Ахэды, и им сейчас надо будет лететь. Вот уже им надо лететь, потому что Мантис тут своим иллюзиям сейчас зайдет уже на хайграунд. Так же, как и снизу это сделает Сталкет вместе с Ривсом. И опять-таки будет пушироваться у нас линия. Забежали. Это же иллюзиям начинает бить Т3. Снизу тоже. Ой, слушай, а снизу Т3 сейчас упадет. Они идут сейчас разменивать просто бараки. А надо оставаться здесь Некстам. Ну здесь барак вы все равно потеряли. Забирай снизу, и все. Вот смотри, Джудал у нас улетает на нижнюю линию. Сейчас пойдет дефит. Там в это время Шторм Спирит залетел. Ну тут у нас появился Слардар, который уже дефит. А здесь тоже ничего не снесли, кстати. Ну да. Вот он Слеп Мантиса. Догнали, в принципе, одного, но уже двоих. Да-да-да, Банша взлетает в Яуле. Ультой немного там подгрызает людей. Там у нас Сталкет. Сталкета съедает нас Оби-Ван банан. Патма расстреливает. Отличная стрела! Ватафаку! Как же тут Сёма классно сыграл! Супер. И минус два. Да, и Банша там уже приближается вновь. Ну и что? Без основных-то, по сути, героев смогут ли задефать? Потому что Мантис пока не особо боеспособен. 700 хп у него всего лишь имеется. Что там с байбэками? Ну, в принципе... А, нету байбэка. Кулдаун даже на байбэк у Штарма сейчас. Но это минус сторона точно. А дальше в мид, ну, не пойдешь, наверное. Так, Сёма получил тут пару импетусов. Надо еще бежать. 2600 у него. 7214. Да, весело. Ну, вот я считаю, надо было остаться здесь, Казахов. Надо было остаться здесь, Наги, и бить этот барах. Ну, не знаю, не знаю. Возможно, дэмэджа бы не хватило, потому что у Ахебов как бы урона побольше. Ну, Наги бы хватило. Я имею в виду, Нага на топе там, ну, дала она этот слип. Ну, в принципе, это все, что она полезно сделала. Не знаю, может, стоило там забайтить как-то до последнего, вот, чтобы там она на ло хп ворвалась. И действительно уже начался лютый замес. Ну, а вообще, лучше всего сейчас купить Тараску. 33 минуты с нами, 27-8 счет. И по деньгам Ахед ведут всего-навсего, там, меньше тысячи. Но зато по ХП уже 10 тысяч. Ну что ж, Мантис. Тараска. И полторы тысячи сверху. 2600 хп. Теперь иллюзии попробуй поубиваете. Еще я им побатрифляю, и это будет вообще не иллюзии, а я не знаю что. В миде собрались Ахеды. Летит уже сюда Мантис. Ждем врыва Джуда. Смотри, смотри, там Даззл закинул ульту на своих товарищей, и они забегают. Сейчас будет атака с двух сторон. На Бейна очень быстро надо. Очень быстро надо убить Бейна. Славдар не попадает станом. Бейна убили. Славдар прожжал БКБ. Сейчас надо поразбегаться. Да, Славдар на спринте что-то пытается кого-то догнать, у него в результате ничего не выходит. И Сему поймали, Сему поймали. Бить его надо. Бить. Да, минус Сема. Отлично. Ну и, оказывается, все очень-очень просто, как по мне. Ну и ловить еще и надо Арзика. Правда, тут умирает и Квал. Мантис. Там уже Мантис идет. Дальше у Мантиса Татараска. Не будем забывать. Дамаги там предостаточно. И ХП у него очень-очень много. И тут Кентавр прыгает на Андершока. И очень вовремя после того, как повесили щит, вешают на Андершока еще и Вортекс. Славдар тут опять. Спас на этот раз. Пытается. Супрю Кентавр. Ну, не догнал. Не хватило ему рейнджа для того, чтобы... Ну, тут казахи сейчас показали. Просто средний палец команде Охэд. Сказали, вы че вообще, ребят? Ну, там уже мощная очень Нага Сирена. С ней уже действительно нужно считаться. Да. Ну что? 28-10. Это двухзначное количество фрагов у Next. Ну и продолжаем. Славдар Тараска. Здесь Этериал Блэйд. Ну, Этериал это хорошо. Конечно же. Ну, вот мы видели сейчас иллюзии Наги так немножко больно. Побили. 19600 Net Wars у Наги, 15400 у ДП, 13500 у Слардара, 12600 у Потмы. То есть есть Нага и есть все остальные. Ну, это понятно. Вот у Наги Баттерфляй, когда появится, станет вообще не весело. Да, с Нагой все сложнее и сложнее будет, конечно, совладать. Повышение ДПС нужно действительно значительно. Нужно какой-то Monkey King Bar, например, по Тме, для того, чтобы она не промахивалась, когда появится вот тот самый бутерфляй у Мантиса, если он, конечно, появится. Ну, начинается у нас заруба. Джудо. Джудо моментально погибает на Слардар и в меньшинстве уже воюют ахеры. Ну, и ватафак, это он без ваны. Да, а Мантис, он просто живет. То есть он просто бегает, горит со своим радианцем, там что-то того побил, того побил, сеточку накинул. Вроде бы, там, поразменивался по ХП, но ему-то плевать, у него Тараска. Наоборот, тут чуть не умеры. Квалы. И в итоге Next3 просто прогоняет ахет от Рошана, отбитого Рошана. И я не понимаю, что там нет ульты. Отбитый Рошан. Отбитый Рошан. Слушай, ты что, отбитый, братан? Что ты вообще... Рошан у нас действительно отбитый. Рошан тяжелый, но мертвы еще тяжелее. Ты не можешь уйти. Ты не можешь уйти. Ты не можешь уйти. Мантис не боится, что он умрет. Он считает, что ее вряд ли осилят. И у него очень много денег. Ну, очень много денег это такое понятие. На любом случае, здесь видим, что 4-400 у Мантиса. 1-2-2 стата. Ну и 21-500 на творчество на 6000 больше, чем больше. Боец команды, он, в принципе, не очень сильный со своей статой 1-2-2. Но, тем не менее. Да. Тем не менее, все хорошо. Ну и пошел дальше рубить Мантис. 400 долларов до Дримхака. Сильно так рубит Мантис. О, 400 долларов до Дримхака нам... Ну что такое? Это нормальная ачивочка. Давайте, давайте, билетики, билетики. Продавайте билеты на Дримхак продавайте. Бартер, бартер сразу. Меняйте билеты Дримхака на билеты Старсерии. Да. Это тоже отлично. Кстати, по поводу Дримлиги, ребятки. Дримлига у нас сегодня стартует через... Когда она? Через час трансляция или нет? По-моему, да. Через час стартует трансляция. Канал, вы знаете, Дримлиг нижнее подчеркивание в один лад. Там есть трансляция. Смотри, канал Дримлиги тоже себе присвоил. Какой ты... Мы им предлагали много вариантов. Они не соглашались на эти варианты почему-то. Не знаю. Задавил авторитетом. Ну, конечно. Не, я-то знаю, почему они не соглашались, но нельзя их озвучивать. Название канала Старладдер 1 им почему-то не понравилось. Я не понимаю, почему. Действительно. Чудесное название. Чудесное название для Дримлиги Старладдер. Да. Может потому, что там не было Дримлиги. В названии канала Дримлиги. Это уже мелочи, в принципе, ну ладно. Да, ну такие мелочные эти шведы. Но мы их любим, они толковые. Нашли к чему придраться, ей-богу. Да, да, да. Шведы толковые, у них шаурма вкусная. Кстати, вот что-что, а шаурму их я просто точил каждый гиг. По 80 гривен. 80 гривен стоил от нашего шаурмовина на Дримхаке. 80 гривен. Не, ну короче, она размером как 4 обычных наших. Это я знаю, она такая гига шаурма. Да, да. Там терра шаурма, мне кажется. Я так и не кушал что-то, но вот такое. Ладно, реально очень классно это было. Из этих супер-секретных шведских продуктов покушал кебаб-пиццу и я очень долго вообще ничего не хотел. Ну что? Настолько хорошо оказалось? Ну это забей, но это как пицца, но это как, короче, кебаб, только пицца. Только пицца, да, я понял. Да, то есть это кебаб, размазанный на пицце и тарам-тарам-там. Все гениальное просто, ты же понимаешь. Да, да, да. У нас скучная очень двухминутка выдалась, поэтому мы поговорили немножко про еду. Мне сразу захотелось есть. Ты не один такой, между прочим. Ну, Энштов здесь тем временем фармит команда Next на сороковой минуте. Ну, я так понимаю, что ахеды, видимо, догнали, что у них начинается беда, они не хотят идти дальше проигрывать, а нексты также понимают, что у ахедов беда и они не хотят раньше времени атаковать и проигрывать. Потому что для ахедов уже атаковать скоро будет совсем поздно. А для некстов каждая последняя, каждая следующая минута она все больше и больше решает. Ну, кстати, нексты уже опять перевернули. Мы видим по деньгам опять ведут такие 4000. По XP проиграли там 11, уже осталось 6. То есть опять-таки переворот пошел. В одну, в другую сторону они идут нон-стоп. Да, у меня там, кстати, вот я сейчас запилил голосовалочку. У меня идет трудное решение. Мы думаем, оставлять Слардару челюсть или нет. Как тебе такое? Оставлять ли Слардару челюсть? Хороший вопрос. Подожди, то есть первый вопрос. Если нет челюсти, то что у него будет? Не, ну она у него есть, просто она брутальная. Мы сделали более брутальную челюсть нижнюю. И у нас есть вариант. Просто у нас будет так два шлема на него и не хотелось бы еще две бороды, чтобы это не выглядело слишком громоздко в одной шмотке. В стиле мы имеем в виду. Потому что это все голова. Это не айс немного. Так что мы сейчас, у нас дилемма. Так что можете где-то заходить в паблик и голосовать? Да, да. Я бы убрал ему к челюсти, это к чертям собачьим. Нет, не надо. Не челюсть брутальная. Ты смотри, вот просто насколько она брутально выглядит, эта челюсть. Да, согласен. Сказал Верлат, листая твиттер. Не, 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 я посмотрел на челюсть и она какая-то, подожди, а чем она такая зеленая? Или это не зеленая? Не, ну это просто там, типа свет такой еще. Челюсть. Челюсть? Челюсть. Пум-прум-прум-прум-прум-прум-прум-прум. Так, ну ладно, что там у нас? Игра-то приостановлена это хорошо, но точнее это плохо. Ну блин, надо же уже и досмотреть эту каточку. Надеюсь, что у казахстанского коллектива сейчас не будет проблем с интернетом, как-то зачастую у них случается. Да, ну попросили минутку, я так понимаю, это просто ребут или что это. Ну вот Fnatic Alliance, ребят, следующая игра. Вы понимаете, хедлайнер сегодняшнего дня, это однозначно самый интересный матч дня. 9 минут ГГ? Про вот эту? Ты вот так вот говоришь? Ну надо же немного порейджить тех, кто все-таки болеет действительно за команду Fnatic. Нет, я тоже надеюсь, что игра будет интересной. Fnatic периодически стали чуть чаще, точнее, сдавать позиции, нежели раньше. Раньше они чуть постабильнее выглядели. Сейчас их результаты не самые лучшие у нас здесь, по крайней мере, на Star Series. Лучшие, ты просто нишаришь. Fnatic топ-1, отвечаю. Не, ну Fnatic много где были, много где... Ну я уверен, что Fnatic... Вот сейчас, да, я согласен, у них немного не настолько хороши результаты, чтобы быть заметными. Но опять-таки в прошлом году, в этот же период, у них приблизительно такая же была фигня. Ну а потом? А потом, да, мы знаем, чем это все там заканчивалось. Они пришли и сказали всем привет. Именно так. Да, все, поехали смотреть дальше. Поехали смотреть дальше. Ну что же, отжали у нас паузу, 40-ая минута матча, 30-28 на 11 у нас счет. И NextKZ 3 минуты имеют, чтобы реализовать свой Aegis на Штарме. Ваниш подмадает инвиз, и атака на Мантиса на топ пошла. Да, и, кстати, Мантис тут, скорее всего, сейчас должен отъезжать. Ты уверен? Да, он не в ту сторону поворачивается. Хикс уличка. Ну да, хикс хикс хикс. Ультимейт, ульт Банши, и тут Мантису еще и стрела залетает. Сбрили тут Мантиса. Да, байбэк есть, но я не думаю, что целесообразно тратить его именно сейчас. 65 секунд, слишком много времени. Подойдут потом воевать? Вот тогда уже можно. Ну, если подойдут. Ну, хотя хеды, да, у них все линии распушены, у них просто-напросто физически не получится это сделать. Ну что ж. Ну что ж. Ватафака находит дубль дэмэдж, кстати, хорошо. Дубль дэмэдж находит. Очень может быть в тему. Так, ну и улетает у нас отсюда Абадон, Абадон здесь немножко загулял, но это, как я понимаю, просто в вардец он сюда забежал поставить, да, так и есть. Будут пытаться как-то мониторить Смакевичи вражеские. Так, и что, фармят уже чужие леса, нексты, начинают потихонечку наглеть, а вот Фака, правда, продолжает выфармливать своих эншентов пока что, до чужих еще не добрался самую малость. Так, и что там у нас? Все съедают, просто все съедают у нас нексты. Ну что ж, вернулся я также. Да, я тут пока рассказывал, чем занимается команда NextKZ, ахиды просто стояли вместе. Да, я это вижу. Так вот, 41-ая минута у нас в матче идет, появился уже Мантис, и ахиды идут в атаку. Очень по таймингу, как раз с появлением Наги они поняли, что пора. У Кентавра, кстати, 3000 голды имеется, он делает ТП тоже на базу дефить. Ну и, в принципе, сейчас у нас, наверное, будет начинаться драк. Только почему так далеко Сёма? И квал, смотри, тут у нас будет заходить опять с тыла. Ну это не самый опасный тылозаходильщик, скажем так. Ну такое, такое, если потратили. Ну ничего страшного. Хотя да, ульта Слардар это еще не самое страшное, просто я боялся, что после вот этого байта реально залетит уже кто-то настоящий и начнет драк, потому что стана у Слардара уже не будет. Посмотри, вот они еще даже не дрались, у Джуда уже нету 800 хп. Да. Ну вот, вот, такая беда. Ну на топе нету барака, не забываем. Ахед. Ага, вот решили заходить у нас ахеды. И просто кентавр по четверым, кентавр залетает, и только посмотри. Так, пошли у нас браковышки. Ватафака умирает. Очень хорошо, что не поймали Бэйна, и мы видим, что дает слип Мантис, но в любом случае два фрага. Сёму, Сёму пытаются убить Мантис, Хекс. И Мантис со всей командой будет бить или нет? Нет, не будут своей командой его бить. Там Ватафака получает баш от Слардарыча. Слардарыч, три, две, одна секунда, до очередного стана. Будет ли он? Есть, стан он откидывает, пытается Джуда отсюда уехать. Оби-мон Банана убивает, вероятнее. Слардар от догорел там тем временем Мантис. Ну и Бэйн тоже умирает. В итоге, размен получился три в два, там были байбеки от Некст. И Нексты отбились. Нексты отбились, Нага не умерла. У Наги пять тысяч денег. Наги два, три, три стата. Четыреста шестьдесят четыре крипа убитых. Ну и что дальше, Мантис? Ну вот, что дальше. Дальше, понятное дело, употребляет. Он уже почти есть. Да, там совсем немножко не доформил. Ну только надо купить уже, доформил. Уже есть деньги, только надо слетать в магаз Мантису. Мантису. А, у него же да, он уже квадрстав купил, я не обратил внимания. У Ривса, кстати, Аганим будет через пятьсот голды у Дазла. Аганим у Дазла это, кстати, тоже довольно неплохая штука. Учитывая вот эти затяжные драки, которые у нас происходят постоянно, то что надо. 44 минута. Да, но Мантис я тоже обратил внимание, особо в драках не воюет, как по мне, это не слишком правильно. Потому что он забегает, там дает слип, допустим, а потом лавирует. То есть атака в 200 с руки, она пока не для него, видимо. Он потом уже, когда целей становится чуть поменьше, что-то начинает бить. Но в начале драки он просто размножается максимально и... Ну и жжет. Просто, да, просто стоит фактически на месте, то есть не дерется. Ну теоретически Нага и ее иллюзиями действительно самая главная идея в самой драке это расставить эти иллюзии так, чтобы в драке горели все абсолютно. Ну горят они и так все, да. Да, ну надо бы еще, наверное, чуть помекрить себя лично, помимо иллюзий. Слишком это тяжело, это слишком тяжело, это как-то... Что-что? Себя микрить, не. Не-не-не-не. Просто хочу райт-клик. Хочу райт-клик и win. Надо еще бота сделать, да, чтобы он героем твоим управлял. Так, у нас тут за Норманом выехали, успевает сделать блинкаут. Ну он тут у него, да, он тут что-то знает. В четвером его ловили. Читер. Так, butterfly, монта там появляется. Да, кстати, у Сёмы монта, БКБ, 7-секундный, дезолятор, фэйзы 300 голды. У Бэйна мы видим, БКБ собирает через 300 голды, будет БКБ у Бэйна. Undershock на Death Profit. Ну тут сильно, тут тоже тараска. Не, без МКБ дело не будет, я серьезно говорю. Найки сейчас будет вообще плевать. Они ее, ну, просто даже физически не любят. Они сейчас будут пятером месить эти 3000 хп, которые сейчас получили 35-процентный буст по здоровью за счет уворотов. Ну и что ты будешь делать с этими, там, не знаю, четырьмя с копейками кусками здоровья? Я не знаю. Ну, 45 минут за нами. Ахеды, кстати, тут в миде что? Тут в миде Мантис Т3 бьет. И брони там еще, если что, 23. И заставляет степешиться сюда, смотри, кучу иллюзий, и Слардар вынужден. Да Слардар сейчас иллюзий не сможет поубивать. Вот стоит себе Патма. Смотри, Мантис хорошо пацанов развел. Смотри, ну он просто сейчас, ну, пожалуйста, вот они иллюзии, сносит Т3. Просто две иллюзии. Здравствуйте. Ну, на этой висит хорошо. Вот, смотри, ее бьет Патма. Это иллюзия, прошу прощения. Это бьет Патма, Тауэр и Бэйн. Да. Это иллюзию. Ой. Да, тут тяжело будет. Я думаю, люди поняли, что это иллюзия. Но можно еще раз повторить. Иллюзию они так медленно били. Иллюзию. Можно понять. Иллюзию. В общем, беда-беда сейчас для ахедов. Они слишком перетерпели. Ну и аганим у Ривса появляется. Сейчас у этой наги еще и будет где-то олимпиард армора. И, собственно, сможет она здесь танковать невероятное количество времени. Ну и так, 23 встроенных армора у Мантиса. 23 родных. Это вообще фантастика. А еще, если на нее приз повешать, у нее там что, 50 армора. Ну, мы понимаем, что там скалируется только до определенного момента. Ладно, ультимейт. Дэшок, их сейчас будет, наверное, одна из решающих драк. Да, да, смотри. Ворвались на Джудо. Джудо надо очень быстро сбрить. Джудо БКБ. На развороте. Стан по Мантису. Мантис фуловый. Здесь ворвался фотофак на Оби-Ван Банана. Вот Мантис очень долго продолжает здесь куковать. Врубает он слип. Начинают, наверное, пробивать товарища БКБ. А, того, кто БКБ. Вот он, Оби-Ван Банан, да, один тут стоял. Отличное БКБ. Только купил. Просто отличное БКБ. Прям то, что надо. Ой, Арзик, кстати, сейчас застанется. Ну, и он вот, нет, не решили его ловить. Хотя надо ловить. Вот бежит Дорман, сейчас будет он прыгать. Куда-то за кем-то. Ну, вот за Арзиком. Да, вот сейчас Арзик, сеточка. Хорошо. Это, скорее всего, фраг. Да, это беда. Ну, хотя здесь есть еще Сайленс от Андершока. Гонят, гонят, гонят. Сейчас нексты. Тут же и Пайп. Ну, Мантис просто, видите, он просто бежит. Там вообще плевать, куда-то, кто пытается свалить. Прыгает Кентавер. Ну, еще ульта ободона срабатывает. У него сейчас выхилиют. А, ты паут? Не, ну, почти паут. Почти успел. Даззл сбил. Своим. Поезонтащим. Да. Ну, и в любом случае мы видим, что 32-15. Всего 15 фраков сделали некст, но они эту игру реально начинают выигрывать. И по XP по-прежнему они проигрывают очень много. И по деньгам, правда, впереди уже. Но все равно, вот, действительно правильно ты сказал, перетерпели. Ну, а что они хотели от этой Нага Сирены? Ну, с другой стороны, Нага Сирена себе все шесть слотов выформила. Да. Как говорится, your turn. Да. Сейчас, если ахеды смогут, тоже дофармить себе по шесть офигенных слотов. Ну, если. Они идут сейчас драться, это будет уже одна из последних драг. Главное, чтобы сейчас нексты все были вместе, чтобы ультимейт Даззл залетел. Вот. Нексты. Стрела. Ой, 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 ой. Если Ривз сейчас умрет, это огромная трагедия. Как хорошо его форстаффи, ты здесь же Дорман прыгает, дает стан под Джудо. И опять убил он банан. Опять убил он банан у нас умирает за время действия своего чудесного БКБ. Так же сейчас, скорее всего, будут разбираться и с Джудо, ныряя дальше за ним в атафака. Ну, и просто армор, ну, невероятное количество армора. И Джудо не может убить даже Штарма уже. Ну, тут Патма пытается драться. Андершок поднялся в ветра, вряд ли ему это поможет, конечно же. Да, там еще и диффуза у Нага Сирены, так что если какой-то хвост будет или еще что-то в этом духе, то должна Нага разобраться достаточно быстро. Да, вот мы видим. Ну, забил, забил. Решили, пошли лучше убил Наршана. Да, да, да. Зачем там отвлекаться на каких-то Абаддонов, которые по сути ничем навредить не могут? Фуцер Аэгис, Мантису не надо, конечно. Ну, Штарму Аэгис на урат, а Кентавру Сир, это будет то, что надо. И можно будет действительно уже начинать думать про заход на хайграунд. Тем более, что там Т3-то попадали наверху и на низу. Смотри. Сайленс, только по эквалу попал Андершок. Задувает, получает сетку. Гост Мантис иллюзии. Побежал Кентавр. Без маны абсолютно Сёма. И вот мы видим, только единственное, что спасает, это Абаддон. Да, но Мантису бы не помешало сейчас. Ага, вот пошел Слип. Но решили перестраховаться. А это еще не перестраховка, это еще Андершок. А нет, улетает Мантис. Да, Штарм нам тоже сваливает. Почему убили бы, ну ладно, они не знали, что он здесь один. Потому что он был действительно один. 31 тысяча нитворца у Мантиса. Но еще раз вам напоминаем, что через буквально пять минут уже начался матч Фнатик Альянс. Понятное дело, что он начнется сразу после окончания этой игры. Не переживайте, вы не пропустите. Да, ну да, у нас будет, я думаю, какая-то минимальная пауза и... Второй, кстати, матч подряд, минимальнейшая будет пауза. Это из-за паузы внутри игры. Извините за тахавтологию. Пауза внутри паузы, у нас прям начало. Пауза. Давно пора было сваливать. Пауза. Мне вспомнилась сауна. Мир здоровья на улице Баумана. Товарища, как его забыл, Семен Слепакова. Творчество, отличное творчество, рекомендую тоже послушать. Произведение называется Сауна. Хорошее произведение. Мир здоровья по улице Баумана. У Мантиса второе диффуза, понятное дело. Монта, Тараска, Тревелла. Родианс, в принципе, ему здесь не надо ничего даже теоретически. Он ничего, ну, наверное, и не поменяет. Не знаю, что тут можно поменять. Все абсолютно нужное. Ну, может быть, Монтуну, хотя и то вряд ли Монта. Это тоже очень хорошая штучка. Ну, мы видим, что 28 родного армора Мантиса, 28. Ну, и на ней будет висеть, на этой самой Наге, еще и Вив от Дадзла. Ну, вот казахи не спешат. Казахи готовы играть еще час. Наверное, ну, вот поехал. Армор. Я просто наведусь, и вы будете смотреть, какой процент физрезиста. 70, 71, 72, 73 процента. Неплохо, неплохо, так растет. Уже, там, 53 брони. Нормально. 78 процентов, так, хорошо. 79 процентов было в конце. 79 процентов физрезиста. 79 процентов! Ему на рапиру плевать вообще. Ну, ему там на все плевать сейчас этому Мантису с таким армором. Ну, то есть... Да, у Дадзла там кулдаун не слишком большой на его Уиве. Да, он еще снова не заходит. И побежали. Только по Мантису не попал. Не, попал, попал там, конечно. Да, попал, попал. А там, погоди, там свой батл идет. Там батл идет иллюзии против команды Охет. Я вижу, тут Сёма прожал БКБ в перепуге от иллюзий. Врывается Дорман. Джудо, БКБ прожимает. Ну, Кентавр тут с Армором имел... Ой, ну, кстати, Кентавра здесь таки убьют, может быть. Да, Кентавр быстро тут съедает. Ну, видим, сейчас идет Шоу Грейв. У нас Оби-Ван Банана прыгает. А Сурис Хавелл и все нормально. Ну, и тут Джудо сейчас встряет. Получает Импетус. И еще один. И это минус Джудо. Ватафака пока не хочет терять Аегис, пока всю ману не слил. Ну, и мы видим, что пошли у нас там уже байбеки от Ахетов. Второй Барак не хотят пока сносить ребята. Сейчас Ватафака отрегенится. Мантис. Ой, 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 ой. Сегодня сталкет прыгать чудесно просто. Да, да, да. Да, но Ватафака сейчас теряет Аегис, понимает, что сейчас появится с полной маной. И можно будет уже нормально полетать, пораздавать по щам. И вот он летает и раздает по тем самым щам. Одному, второму, третьему. И после вот этой серии байбеков, мне кажется, все заканчивается, да. Да, да, да. Потому что нет байбека у Баньши, нету Слардара. Ну, и, наверное, это первая победа команды Next. Похоже на то. Ну, не ливают еще пока почему-то Ахеды. Видимо, на что-то еще рассчитывают. Там в миде вот крипы съели бараки только что. Да. И вот, смотри, продолжают эти пацаны кастовать такие. Да, и показывают сразу же на нижнюю линию. Понимают, что за эти там 20-30 секунд, а на самом деле времени еще вагон. Не знаю, на что рассчитывают Ахеды. Можно придумать историю вот этого крипа. Назвать его, например, Валера. Настало твое время. Вот. Его зовут Валера, и он нас главный. Я только хотел сказать, как ты будешь включать. Он приводитель. Видишь, видишь, он не стадо. Он... У него нет стадного инстинкта. Он не идет тупать там, не делает то, что говорит ему хозяин. Так, сейчас оба... Выключи камеру. Выключи камеру, я сказал. Да, ну вот у нас тут GG уже пока. Камеру выключали. Да, у нас будет между матчем очень короткая пауза. Мы посмотрим сейчас просто турнирную таблицу. Быстрая рекламка и Fnatic Alliance. Смотрим турнирную таблицу после этой игры. Сейчас мы ее увидим с вами. Буквально через минуточку... 53 минуты 35 секунд. Длилась эта игра. Да, очень-очень. Ну и Мантис 38 тысяч Метворса. Понятно. 9,972 у него было с собой. Сколько? 9,972 в конце игры. Почти попал в клуб Пайката. Не хватило, ему буквально чуть-чуть не доиграл. Мантис вообще спец попаданием в клуб Пайката. Мантис, мне кажется, зам Пайката в клубе Пайката. Потому что, я как вспомню, были и времена. Кто-кто, а Мантис там постоянно заседал. У него послужной список очень сильный в этом плане. Смотрим и турнирную таблицу. Вот так вот она у нас выглядит. И мы видим, что Ахеды 1,7. Ну и ребята из Next 1,4. Альянс, знаете, короткая рекламная пауза и мы с вами возвращаемся в трансляцию. Не уходите.